Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня экстренный телемост США, США, у нас на канале Old Friends News. Подписывайтесь на ArchieArmenInfo.tv, подписывайтесь на Levon Ulubabian, распространяйте наши видео, если вы с ними согласны, считайте, что они необходимы. У нас экстренный выпуск. Очень большое событие неприятное произошло, и это касается Армении. Я хотел бы просто обратить внимание наших слушателей, что мы занимаемся не только темами, касающиеся узко Азербайджана и Карабаха, Армении. Я лично долгое время старался проливать свет на общую глобальную геополитическую обстановку, потому что от этого зависит очень-очень много. Это все связано в цепочку. Отдельные проблемы Карабаха и Азербайджана, как таковой, быть не может. Она имеет отдельное для нас значение, это естественно, но на нее действует, на эту проблему влияют очень многие события мировые, которые происходят. И не обращать внимания на это... Преступление. Это, по крайней мере, не досказывание на самом деле, что происходит на сегодняшний день, кто с кем связан и как это на нас влияет. Теперь. Произошло очень неприятное, очень нехорошее событие. Был убит генерал Сулейм Али. Иранский генерал Сулейм Али. Он был по-гангстерски убит. Это был акт терроризма, потому что он не был придавлен ни в какой суд, ни за какие преступления. И, как правило, опять Соединенные Штаты Америки, их союзники, не будем называть кто, просто заявляют что-то, о чем-то и делают свои, так сказать, я бы сказал, даже по словам американских думающих еще людей, криминальный акт. То есть, взяли человека, убили все. Сказали, что он убивал много американцев, что он там что-то делал, это все бред, чушь, так же, как и вся ложь, которая была до этого представлена нам. Я тебя перебью, Аркадий. Допустим, это правда, но это требует значить рассмотрение в суде. Ни у кого не должно быть права вот так по всему миру идти и кого хочешь грохать. Это неправильно, это неправильно. Если есть какие-то проблемы с кем-то, этого человека надо в международный суд. И там его судить, и там узнать, он сделал что-то или нет. Но так вот, это неправильно. Это не цивилизовано. Это зверство. Ну, мы же знаем последние 10-15 лет, как действует американское, так сказать, американское, скорее всего, глобалистическое правительство. Им никогда доказательства не нужны и никого в суд привлекать не надо, если они что-то говорят, как по-армянски есть пословица. То есть, лучше потерять глаз, чем имя. То есть, они демонизируют имя, всем внушают, что тот и тот и тот человек негодный, диктатор, тиран, преступник. И основы на их воздушных заявлениях, не основанных ни на чем, они действуют так, как им нужно. Теперь, что же это значит для Армении? Во-первых, надо отметить, что генерал Сулеймани был гарегином нажды для иранцев. Это был нерелигиозный человек, и он был героем, а на самом деле его народ любил. Он сделал очень многое для своей страны, а также он очень многое сделал для Армении. Может быть, даже не напрямую, насколько косвенно. Например, в 2000 году он пригрозил Азербайджану прекратить добывать нефть на спорных территориях, иначе он сказал, их накажет военным путем. А недавно в Азербайджане, по-моему, 2-3 месяца назад, уже точно не могу сказать, но неважно, в течение прошлого года, были антиармянские и антииранские выступления. Эти видеоролики есть на ютубе. Там, где протест был организован против иранцев и армян одновременно. Не забудьте еще ноты протеста, которые посылали иранские власти несколько раз азербайджанцам за то, что их снаряды падают на территорию Ирана. Плюс не забудьте о том, что иранские пограничники нам выдали видео, и также выразили официальное недовольство тем, что на Ахичеване ломались наши хачкары. Это видео, которое циркулирует по интернету, было снято иранскими пограничниками. Это такое варварство. Дикари, дикари, варвары. Теперь, чем же последствия, какие же могут быть последствия убийством этого генерала? Мы должны рассмотреть несколько возможных вариантов. Будет ли Иран им... А, да, кстати, до того, как мы рассмотрим варианты, мы еще раз хочу отметить и обратить внимание на то, что именно шиитские подразделения предотвратили жестокое нападание на американское посольство, чему надо благодарить того же генерала Сулеймани. Значит, фактически, получается, они убили человека, который предотвращал агрессивные жестокие атаки на американское посольство. Это все можно проверить. Факты есть. Человек, который помогал армянским боевикам, защитникам своей земли в Алепу, огромную помощь он оказывал в борьбе с ИГИЛом. Огромную помощь он оказывал армянам в Либии, в Азбуллах, где очень много было членов в этом... Группировки были очень много армян по национальности. Короче, его убийство это фактически очень негативный на сегодняшний день для всего мира и, в частности, для наших нерешенных еще вопросов для Армении ситуацию. Почему? Во-первых, потому что он был, на самом деле, он был очень сильным борцом, опытным руководителем, который расправлялся с ИГИЛ и вместе с российскими войсками, с армянскими повстанцами, с армией Башада, Басара и также в Иране добивались уже успеха того, что они очень-очень-очень большое количество ИГИЛ-цевы уничтожили, выгнали страны, наладили уже более или менее в Ираке, в районах, которые контролировали ему подобные мыслящие, как он люди и его войска, наводился более или менее порядок. Но нельзя забывать, что для Соединенных Штатов Америки и их самого близкого союзника, не будем называть кто, называется страна на букву И по-русски, да? Операция И! Операция И, да, вот это и нужен хаос. Если прочитать документы, они есть доступны в свободном доступе на интернете, называется проект Великого Израиля. Единственная цель вот этих всех войн в этом регионе – это дестабилизация. Но посмотрите, что получается. Сейчас после того, как они убили этого генерала, они тем самым усилили, больше усилили влияние консервативных сил в Иране, и тем самым они как бы сделали их более популярными. Я не думаю, что его убийством они добились какого-то стратегического успеха, но то, что они сделали, это была большой ошибкой, что и говорит о тупости руководства Соединенных Штатов, и еще и говорит это о том, что Трамп сам себе не голова, теперь они заранее себя защищают и говорят, что это только он решил, только он решил. Но на самом деле мы не должны быть наивными и примитивными и понимать, что за этим стали очень большие силы, в частности, израильское лобби, потому что откровенная радость израильцев еще раз подтверждает то, что они еще раз использовали Америку в своих целях. И самое главное нужно отметить, что те демократы, которые всю жизнь голосовали за войну, радовались и гыргали, и кичили воздух, прыгали, аплодировали прямо в воздухе до посадки на землю о том, как хорошо воевать, как хорошо уничтожить осаду, теперь они резко стали осуждать Трампа. То есть здесь есть вариант, что Трампа подставили, чтобы ему сделать здесь импичмент. Второй вариант, что он победит на выборах, потому что, так сказать, он убил в кавычках врага Америки и так далее и тому подобное. Поэтому очень трудно сейчас разобраться, но факт того, что Нэйси Пелоши – это мразь и тварь, преступница, она просто стала сейчас катить очень негативные бочки на Трампа, говорит о том, что это двухличные подлые игроки, которые опять-таки преследуют свою цель. И там нет никакой, абсолютно никакой почвы думать, что они преследуют какую-то цель справедливости, и их очень волнует, кого убили, кого не убили, что не было никакого разрешения со старыми Конгресса. Это все нормально. Никакой президент уже в последние, наверное, 15 лет никаких разрешений из Конгресса не спрашивает. Это ужасно. Это стало нормальным антиамериканским явлением. Это ужасно. Я думаю, что тут воспринимается как речь американского патриота, а не антиамериканского, потому что нарушение Конституции налицо. Нарушение Конституции налицо. Теперь перейдем к самому главному. Что ждет Армению после всего этого? Первый сценарий, который стоило бы очень сейчас как бы проиграть и посмотреть, какой этот сценарий. Значит, Иран отвечает Соединенным Штатам каким-то образом, не знаем как, но дает ответ. И вы будете уверены, это будет достойный ответ. Турция ввязывается в эту войну, потому что она членная, а то пока что она официально не выходила. Но Турция это делает только лишь потому, что она хочет себе еще оттяпать куски территории. Турция ввязывается туда, и в этом случае Россия должна обязана вмешаться, и тогда Россия будет долбить Турцию. Это для нас, для армян, очень неплохая перспектива. К сожалению, будет проливаться кровь, но, наверное, развяжется война между Россией и Турцией. Это вариант первый. Вариант второй. Иран ничем пока что не ответит. Американцы начнут все сваливать на Трампа, извиняться, уйдут в сторону. Иранцы поставят другого человека. И это будет как бы последний выстрел перед тем, как американцы сгинут из Ирака навсегда. И просто это был прощальный огонь. Но, кстати, недавно в Ираке, для тех, кто не знает, на прошлой неделе, по-моему, правительство Ирака анонимным голосованием решило принять закон, чтобы американцы оттуда убрались. Со своими базами полностью. Может быть, это еще и было испровоцировано этим. Теперь вариант третий, который точно тоже имеет за собой возможность. Иранцы отвечают. Туда втягивается не только Россия и Турция, а также туда втягивается еще и Китай. Это тоже возможный вариант. Китай предъявил ноту протеста, на очень серьезную ноту протеста, на действия Соединенных Штатов. Теперь, у меня есть очень один вопрос, который меня беспокоит. Вы же видели, наверное, что первое большое, самое большое посольство американское – это в Багдаде. А второе самое большое – в Армении и в Ирвании. Интересно, да? Теперь там у них уже, я когда смотрел некоторые видеорепортажи, американские военные силы приземлились на крыше этого посольства. И оттуда уже стали, значит, помогать дипломатам убежать. И также у них есть определенный вооруженный состав. По слухам, неподтвержденным слухам, есть такое предположение, что и американское посольство в Ириване тоже имеет определенные вооруженные силы. Я даже слышал, что они могут за очень короткое время сделать военные операции, притворить жизнь своей планой, повлиять на правительство физически, так-то, так-то, таким или каким-то другим образом. Теперь хорошо ли то, что произошло? Аркадий, я очень извиняюсь. Допустим, у них есть такие, как говорится, какое-то определенное количество вооруженных людей, которые что-то могут. Это невозможная ситуация. Я думаю, что вот я вот именно вот в этом плане понимаю, в чем дело подобное, если подобное глупо сделать. Во-первых, они оттуда не выйдут. Все, кто там находится вместе с этим посольством. Во-вторых, до какой степени опрометчиво было бы что-то подобное делать там, понимая, что это конец. Это будет просто конец. Это возможно, возможный вариант, если у них там есть, я слышал, около 1500 мэринс. Ну и что, пускай. Если Россия будет дестабилизирована, и Армения будет оторвана от России и захочет пойти по своему пути, не исключайте этот вариант, Левон Джан. Не забудьте, что у них... Человек – это капля в море. Ну и что? Мы говорим, 1500 мэринс, у которых есть вооружение, которые могут быстро завладеть центром города и правительства. Это не совсем капля в море. Тем более, что 40 километров расстояния, всего лишь 40 километров, находится там Турция. И даже по некоторым не подтверждено. Ну, в этом плане, да. В этом плане. Подтверденные слухи, что там может быть даже прорытый туннель. Но об этом я не хочу говорить, потому что мы не знаем, это не подтвердено. Но в этом плане, да. Факт того, что это посольство строили турецкие контракторы, ни один наш строитель не знал, что там внутри стоится, это факт, который можно... Это подтвержденный факт. Нашим дали возможность только сделать облетевку снаружи. И вот пусть задумываются, слушатели, почему внутренний корпус и строительство этого посольства, подвала и все такое было под сражающим секретом, и никто из нас, строителей, не видел, что там строится. Об этом тоже можно подумать. Но это другая тема, тема будущего. Теперь нам нужно понимать, что ситуация очень сильно обостряется. В Армении собралось совещание. Это на самом деле отражается очень негативно, потому что большая возможность того, что американцы могут начать давить на Армению, чтобы Армения как бы испортила свое взаимоотношение с Ираном, поддержала бы их, так сказать, нератив, в том, что иранские официальные войска это террористы, что Иран это плохая страна, с ними нельзя общаться. Там опять-таки будет разноречие и конфликт между Соединенными Штатами России и Арменией. Это тоже может быть ожидаемый сценарий, что они начнут давить на Армению. Но рычаги давления у Соединенных Штатов хоть какие-то, но они на Армению, они есть. Дальше. Все до определенной степени. Азербайджанская сторона, вы читали, как азербайджанская сторона опубликовала радостные статьи о том, что как хорошо, что его убили, как они радовались, кичились тем, что он ушел, что его больше нету, что он был проармянский. Вы читали эти статьи? И тут же после этого они выражают соболезнования. Вот иди их пойми. Ну это да, на официальном уровне. Они как флюгер. Вообще, что они говорить? Ну что они говорить? Потому что мы-то знаем, кто они и что они. Мы прекрасно понимаем о том, что они ненавидят Иран. Они боятся и ненавидят Иран. Они все знают, что территория сегодняшнего, так называемого Азербайджана, это законная территория Ирана. Они могут говорить, вонять и прочее до поры до времени. Я вот знаешь, с чем удивляюсь? Я очень удивляюсь, что Иран до сих пор при содействии России не пошел на какого-то рода международное рассмотрение своих прав на эту территорию. Потому что Россия, которая оттуда вышла, она фактически захватила эти территории у Ирана. Значит, если Россия ушла, то хозяин, у которого захвачены территории, должен туда войти. Я вот не понимаю логику здесь, почему Иран, до какой степени это мирная страна Ирана. Понимаешь, любой другой, допустим, на месте Ирана сейчас была бы Турция, это давно было бы уже аннексировано, захвачено, без выстрела, по закону, потому что это их территория, а иранцы этого не делают. Посмотри, какое это мирное все-таки государство. Это еще раз говорит о том, что у иранцев очень, как Пол Грэй Грабец сказал, humble political behavior, они очень скромно себя ведут. Они замечательные люди. Я не знаю там, что руководством руководства. Я лично, я что-то хотел бы сказать, Аркадий Джан, об иранцах, вот мои личные впечатления. Я встретил здесь, в Соединенных Штатах, много-много-много-много людей иранского происхождения. Правда, я должен сказать, что все они были в медицинской профессии. И кроме восторга, вот, человеческими качествами, человеческими качествами, вот, чисто вот поведенческого, внешнего, кроме восторга, эти люди у меня ничего не вызывали. Скромные, добрые, отзывчивые, уважающие тебя люди, приятнейший народ. Разве я когда-нибудь такое сказал о турках? Это же просто идиотизм сравнивать. Необыкновенные люди, необыкновенные люди, очень приятные. И учитывать это, не учитывать, что люди думают о великом иранском народе, было бы большой глупостью. Что там произошло с Сулеймойни? Очень серьезные дела, это очень серьезно. А народ при чем? А тут уже начинаются движения, войны. А народ при чем? Иранцы за последние 300 лет никуда не вторгались и никого не трогали. Хотя это имперская нация. Не надо недооценивать, кто такие иранцы. Иранцы – это имперская нация. Имперская нация. А вы видели, чтобы они куда-то вторгались, кого-то трогали? А когда это несчастье произошло в Карабахе, эта имперская нация протянула нам руку. Мусульмане протянули руку христианам. Они же любят бросаться этими словами. А потому что азербайджанцы... Трещать на эту тему. У них в статье было написано недовольство, что вот мы типа шииты, а они шииты. Это что, армяне тоже шииты? Они стараются это все преподнести на религиозные люди. Иранский народ оставался, остается и всегда останется великим, замечательным, добрым, благородным, милосердным, очень скромным иранским народом. На него хотят, ему хотят на глотку наступить, но я не вижу, что особенно получается. А народ, конечно, замечательный. Вот так. Самое интересное, знаешь, что я слышал, где-то читал Аркадий Джан, что вот их Аятоллах Амени, который сегодня там во главе, религиозный лидер, он азербайджанских корней. Это правда? Я тоже слышал. Это дядечка. Так интересно. И вот они встречались, когда Пашинян приезжал. Какая была встреча? Как встреча? Кто вы такие, чтобы с нами так обращаться? Вот кто такие иранцы. Вы кто такие? И вот так. И вот так они встретили Пашиняна. С такой любовью, с таким уважением. Это, ну как это вообще? Ну, ребята. Чего говорить, а? Чего говорить? Правда все равно вылезет. А здесь один момент есть. Аркадий беспокоится, что на Армению будут давить по поводу Ирана. Пускай давят. На нас давили тысячелетия. И пускай дальше давят. Иран наш друг. Нравится это кому-то или нет? Иранский народ, я имею ввиду иранский народ, это наш друг. И кому бы это нравилось, не нравилось, я не думаю, что армяне мира когда-нибудь откажутся от своих обязательств по отношению к иранскому народу. К иранскому брату. Вот так. Между прочим, в иранцах течет армянская кровь, а в нас течет немножко индоарийской иранской крови. Чтобы все знали, что они нам немножечко и родня. А было время, было время, когда иранские династии управляли Арменией. Пожалуйста, не будем это списывать. И, кстати, сказать. Кто-нибудь может сказать, когда Аршакиды или Ахмениды, или как там были вот эти самые, управляли Арменией, что были убийства, издевательства, насилие над армянским народом. Ни одного слова по этому в истории нет. Это что-то говорит о величии великого иранского народа. Вот так. Вот так. Вот так. Мы будем рядом с ними. В той или иной степени мы будем рядом с иранцами. Тут очень большое значение имеет то, что, естественно, Турция будет радоваться этому. Тоже Турция будет туда втянута, если начнется там... Конечно, конечно. Не забудьте, что... Дай Бог, чтобы... Ахменид одобрил войск, одобрил ввод войск в Ливию. Понимаете? Это турцы находятся тоже... Потому что у них, их президент, это явный психопат, это шизофреник. Я не думаю, что он психопат и шизофреник. Я думаю... Я думаю, Ливан Джан, он психопат и шизофреник. А он психопат и шизофреник. Я думаю, что он делает то, что нужно Израилю. Ну, и то делает, и хочет и турецкую, значит, империю восстановить. Это признаки шизофреник. И не только это признаки шизофреник. Так не бывает. Ты или работаешь на проект великого Израиля, или отправить свои... Два в одном не могут быть. Он работает на этот проект. Он просто не знаю уже, кто он. Я... Вот сложившиеся ситуации, вот читаю, значит, Армен Спутник. Очень хороший источник. Сложившиеся ситуации интересна позиция России. Внешнеполитическое ведомство России пытается максимально дистанцироваться как от средиземноморских, так и североафриканских страстей. На самом деле у Москвы одна задача. День бы простоять, ночь продержаться. То есть, что получается, что русские не хотят войны. Российская внешняя политика, внутренняя политика, очень неправильная по отношению к своим гражданам. Можем часами говорить, но внешняя политика у России на сегодняшний день самая миролюбивая и правильная. И команда довольно-таки очень умных и хороших, добропорядочных мыслителей, обсказала команда у Путина. Самое, что ни на есть, правильно говорящая на сегодняшний день. Кто-то может со мной поспорить, кто-то может согласиться. Но по факту, если мы смотрим, о чем говорят, и кто сидит как спикеры в Америке, в Европе, такую белиберду и чужие они несут. И как правильно и четко им отвечают русские, и включая последнюю речь Марии Захаровой. Прекрасная речь. Прекрасная речь. И прекрасная речь Путина, когда он в арабских странах выступал. Скромная, сильная, добрая речь. И деньги, которые должны слушать, иначе будет неминуемая катастрофа. Доллар начнет падать, золото уже поднялось. Вы знаете, что доллар уже, золото стало 1500 долларов, а он цер. То есть, цены на нефть тоже могут подняться. То есть, нас ждут и здесь в Америке довольно-таки неприятные события. 100%. Давай на этом мы как бы просто дали информацию людям, нашим зрителям, проанализировали. Я думаю, мы можем закончить сегодняшний наш короткий ролик. Это событие очень большое. Может быть, не того, конечно, это преддверие Третьей мировой войны. Вполне возможно, что это может захватить, зажечь Третью мировую войну. Но эти бесы, маньяки и больные люди, они не понимают, они понимают или не понимают. Уже даже трудно их охарактеризовать, понять, что у них в голове. Это их задача, Аркадий. Аркадий, вот это вот, как говорится, энтити, который стоит за всеми этими событиями. Его задача, его задача принести в жертву этому молоху максимальное количество людей. В Европе этот номер больше не получается. Они два раза это сумели сделать. А что им делать? Ну, создали эту угрозу мусульманских этих самых террористов. Тоже не очень работает. И вот они идут сегодня в сторону Ирана в надежде, что это дело взорвется. А мне кажется, мне кажется, что у Китая, который пока сидит и молчит, у Китая терпение скоро лопнет. И он настоит на том, чтобы заканчивались бы все эти дела. Ему нужно войти в контакт с Россией, с Ираном, поставить свою мощную руку и сказать, хватит уже. Ну, хватит уже. Хватит. Они хотят, чтобы лилась кровь невинных. Они это хотят. Слушай, ребята, нравится вам, не нравится, без обиды по национальностям. Вы хотите, чтобы лилась, вы, ребята, хотите, чтобы лилась кровь невинных. Вы, где льется кровь, везде ваша рука и ваше влияние. И вы хотите, чтобы это сейчас случилось в Иране. А я скажу, что здесь идет противодействие беса индоевропейской цивилизации. Я считаю, что нам, наследникам индоевропейской, индоарийской цивилизации, пора очнуться и положить конец этому сумасшествию. Эти бесноватые, их надо запрячь туда, где они должны находиться. Вы прекрасно знаете, где. Там, в аду. Нам надо заканчивать это дело. Мир должен восторжествовать, надо заканчивать это сумасшествие. Почему нас туда ведут без конца? Ладно. Царство Небесное Сулеймани, человек ушел, о покойных плохо не говорят. Это достойно. Он был покой, человек ушел наверх. Все. Леваджан, они не должны договориться. Это был положительнейший человек. Я имею в виду, не имеют права больше ничего говорить. Ушел человек. Ушел человек. А мы скажем, земля ему пухом. Земля пухом. Память. Земля пухом. Это был достойный герой своего народа, соратник, союзник справедливости в нашем регионе. И очень косвенно, и своим присутствием даже, даже непосредственно, очень много помощи оказал армянскому сообществу в Сирии. Да и вообще, его присутствие отмораживало. Как-то морозком отдавало в столу на азербайджанцев и держало их в узде. Так что почти его память. Почти память. Придет день. Тогда мы много чего узнаем о иранском НГЖДе Сулейм Айни. Он и есть иранский НГЖДе. Теперь предупреждаю и прошу наших армян, которые живут в США, не ходите в большие шоппинг-центры. Старайтесь избегать больших мест, в частности в Нью-Йорке. Потому что, по моим предположенным, очень возможно, что подлое правительство США может взорвать что-то, свалить на иранцев, чтобы начать какую-то войну. Возможно, будут какие-то фальш-атаки, и поэтому надо держаться далеко от публичных, многолюдных мест. Я просто предупреждаю, прошу, не идите. Так как это было сделано в сентябре 2011-го, могут сделать еще. Не могут делать во многих местах. Предупреждаю, держитесь подальше, армяне. Держитесь подальше от многолюдных точек общественного питания, покупок, шоппинг-центров, шоппинг-моллов. Держитесь подальше, потому что я думаю, что если они захотят эскалации, я думаю, что они взорвут пару точек где-нибудь, чтобы свалить на иранцев и начать свою кровавую битву на Иран. Так что держитесь подальше, держитесь в малолюдных местах. Спасибо за внимание. Благодарим вам всем, Леваджан. Спасибо, что ты пришел как гость ко мне. Да, это все в результате напрямую связано с Арменией и в конце концов. И посмотрите, как разворачиваются события Леваджан. Возможно, это и будет точкой того, что Россия тоже втянется туда и начнет долбить Турцию. Посмотрим, как получится. Конечно, жалко за любого невинного человека и за любого невинного человека. Жалко. Так что надеемся, что все будет как-то подробнее. Не было. Азербайджанец, еврей, турок, армянин, русский. Жалко простых людей. Ведь простые люди есть люди. И они не заслуживают этой судьбы. И вот эти вот черные силы, они должны знать, что, в общем-то, идет большое недовольствие их поведением. Это во всем мире. Это преступное поведение, это преступление против человечества. Во всем мире. Леваджан, нам надо говорить, надо пробуждать людей, потому что общественное мнение очень важно. Общественное мнение меняет ветер в определенную сторону. И те люди, которые думают, что, ну, говори, не говори, что от этого измениться, они ошибаются. Мы как армяне, и я извиняюсь, да, Джана, да, правильно, мы как армяне, мы обязаны, живя здесь в Соединенных Штатах, говорить другим, что иранцы, иранский народ, это друг армян. Пожалуйста, не делайте из них дьявола. Пожалуйста. Это то, что вы делаете. Наши не делают. Нет, не верьте тому, кто вам диалог говорит. Они хорошие люди. И не думайте ни в коем случае, что Америка в какой-то любой степени, я гражданин Америки, об этом заявляю спокойно, чтобы ни один армянин не думал бы хоть на секунду, что Америка друг Армении. Или вообще кому-либо. Или даже своему народу. Единственный друг, который есть у Америки, это Special Interest, это банковская частная система. Кстати, мы должны сделать передачу насчет банковской системы, объяснить людям, почему она неправильная, мы не против денег, мы за деньги, мы за капитализм. Но мы им объясним, почему мы против и не согласны именно с той системой, которая существует. Вот это отдельная тема, мы сделаем на эту тему. И у Америки есть единственный друг, Special Interest Banking System, и сионистская элита, и одна страна, чей народ они не поддерживают, но правительство поддерживает. Это Израиль. То есть никто не ошибается и не считает, что Америка это друг кому-то. Еврейский народ является заложником этой черной системы. Обязательно. И счастные люди. Обязательно, Левунджан. За них тоже надо болеться за всех. Конечно, они же еврейских мальчиков и детей, и девочек отправляют в армию, на бойню, которые сами провоцируют. Ну, это понятно. Детей тоже. Также Америка провоцирует войну, отправляет своих и талышских детей, etc., etc. Ну, все, заканчиваем нашу передачу, чтобы у всех продолжился бы хороший Новый год. Всем здоровья желаем, счастья, и будем следить за событиями, будем делать ролики. Чтобы был бы мир. Любой ценой. Спасибо вам всем, дорогие. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!